здравствуйте друзья с вами светлана добровольская проект обретение силы любви я решила записать подкаст специальный на тему свобода от идеализации авторитетов а дело в том что мы живем в информационном обществе и для людей самого разного уровня сознания огромное значение имеет авторитетное мнение экспертом причем начиная от узко специализированных тем например как сажать сад или как приготовить пирог или как сделать ремонт в доме так и для самых таких глубинных человеческих принципиальных выборов как устроить личную жизнь как найти общий язык с детьми как в конце концов реагировать на те беспрецедентные события которые происходят прямо сейчас и если вы посмотрите ну так немного со стороны то вы увидите что для каждого слоя людей для каждого уровня сознания вот в этой плоскости принципиального отношения к реальности есть свои авторитеты недавно вот у нас в ленте в телеграм написала женщина что она сравнила количество подписчиков там одного политолога довольно агрессивного и количество подписчиков на нашем канале ну поддерживающим позицию нейтралитета до нашим и соленой с работой и вот разница там наш 800 тысяч а у нас 18 тысяч видите ли ничто сейчас в нашей реальности не может быть оценено мы оценим то что происходит только оглянувшись и посмотрев на то что уже случилось по результатам по плодам их узнаете их не спешите сокрушаться о том что вас огорчает не спешите идеализировать то что вас вдохновляет будьте настроены на конкретное внимание к собственным выборам и собственной душе так сложилось что вот за последние два дня на моем канале оказались ну а как сказать активированные фрагменты статьи и материалы как раз о доверии сердцу и одновременно на другом канале у другого автора на которого я не раз ссылалась как на единомышленника материалы были явно такого ну как бы сказать односторонней направленности и я получила вопросы как же так вы живут рекомендовали этого автора теперь значит вот как же доверять ему или не доверять меня этот вот вопрос просто изумил потому что я никогда не советую доверять даже мне потому что каждый из тех кто видит мир через призму собственного сердца и собственный глаз неизбежно может ошибаться может заблуждаться может проживать свои взлеты и падения исследовать за таким информационным лидером это вот в современных условиях ну очень самоубийственно потому что эпоха следования за лидером она закончилась еще в двенадцатом году и эпоха рыб и жесточайшие последствия следования за лидером человечеством получены то есть я сейчас имею ввиду лидера в самом широком смысле слова не политическом а авторитета для тебя тебя может быть твоим лидером может быть родитель друг мастер тренер духовный учитель и там кто угодно суть в том что мы проживаем сбор урожая и каждый человек своими мыслями чувствами подписывает свой собственный документ завершающий полярную игру свою собственную скрижали жизни именно своим отношением невозможно сослаться на кого-то если ты считаешь ну как бы аргументом правильности своих чувств мыслей и действий мнение кого-то потому что ты вкладываешь собственную энергию и эта энергия идет в зачет твоей собственной жизни и я хочу сказать что тут прям целый слой самых разных всплывает жизненных задач когда мы находим вдохновение в выступлениях какого-нибудь мастера восхищающего нас вот совпадением с нашим внутренним чувствованием что вот надо же я тоже так же чувствую а этот человек утром формулирует словами так как я чувствую и когда мы продолжаем жить получать свой опыт решать свои собственные задачи и часто эти задачи ну как вам сказать очень уникальные и неповторимые таким образом поворот судьбе каждого зависит лично от него в том числе поворот судьбе мастера или спикера с большой аудитории или какого-то публичного человека который вызывает пристальное внимание многих людей причины по которым этот человек как бы перестает оправдывать ожидания своей аудитории они находятся вне понимания этой аудитории потому что такого рода люди которые в силу своего духовного опыта харизмы энергетического потенциала могут транслировать идеи чувства мысли которые созвучны многим очень людям так вот такого рода личности и другую карту жизни имеют чем человек который живет стереотипами повседневности и как бы в целом идет вот в русле в колее общепринятого движения и когда ты живешь в таких вот действиях я бы сказала так типичных у тебя и мотивация другая совсем и задачи твои жизненные не то что они меньше или незначительно нет каждая жизненная линия это уникальный узор единого творца который проявляется через вот миллиарды проявленных сознаний миллиарды лучиков душ но понять другой лучик практически невозможно вы можете только убедиться я совпадаю по своему внутреннему чувствованию с курсом этого человека сей час в текущий момент или я не чувствую родства с этим человеком в текущий момент и так как я давно работаю очень с людьми и для многих женщин преимущественно женщин я стала вот таким выразителем их чаяний да то есть многие люди на протяжении нескольких но практически двадцати лет мне писали и словами выражали что они слушают меня как будто себя как будто их сердце им говорит что-то и они прямо именно так и чувствуют потому что мы на более глубинном уровне мы все очень взаимосвязаны и если наша душевная организация наши уроки наши цели подобные да но только разные грани выражает то мы вот на этом более глубинном уровне мы совпадаем я не раз говорила что я транслирую то что через меня идет а не то что я придумала головой или там какие-то и строю планы чтобы мне про транслировать моя задача максимально находиться в равновесии самой и жить честно с самой собой решая свои человеческие задачи абсолютно честно чтобы то что через меня информационно вибрационно образно проходило но минимально было окрашено призмой моего вот сиюминутного личного сознания но я же человек и у меня свои события жизненные свои болезни свои провокационные всплывающие красные там эти как называются кнопки да когда не не исцеленные какие-то травмы дают как эхо себе знать и я в эту вот потоковую информацию который точнее сказать не информации о вибрации в эту потоковую вибрацию из неизбенно неизбежно вношу призму своего личного человеческого участия и также любой другой информационно публичный человек на любом уровне этим объясняется почему даже вот артисты известны или певцы которые вызывают восторг и поклонение и симпатию у миллионов людей одновременно вызывают в каком-то на ком-то этапе своей жизни или повороте событий бесконечно негодование этих людей претензий потому что человек живет свою жизнь а его аудитория хочет чтобы он продолжал делать и слышать и говорить и проявляться так как ожидают от него но в том-то и дело что жизнь это творение и каждый растет раскрывается раскидывает ветви своего древа жизни так как ему природой и сиюминутными событиями указывает внутренний компас и вопрос не в том чтобы быть преданным каким-то кумиром вопрос не в том чтобы доверять каким-то авторитетом сверяясь с ними как а вот с каким-то правильным вот гарантированным для тебя аргументом который вот усмиряет твои тревоги там сомнения и так далее нет вопрос в том чтобы слышать себя чувствую ли я правду в словах этого человека его глазах вижу ли я правду которая соответствует моей правде потому что правд много правда для каждого своя а истина едино которая содержит все грани этих правд но в своей жизни мы проживаем свой путь свою дорогу и один идет по тропинке где у него справа горы слева озеро а другой идет по тропинке где у него со всех сторон высоченные деревья а третье идет по тропинке которая среди болот проложена четвертое там двигается где-нибудь по каменистой пустоши и спорить о том что кто из них правильно двигается какие пейзажи он видит это нелепо потому что жизнь разворачивается через каждого из нас через его неповторимую призму и поэтому я очень призываю вас сейчас в это такое бурное переменчивое время не абсолютизировать никакие каналы источники информации или там мастеров потому что вы можете только резонировать с конкретным посланием вот конкретно вот это послание отражается вашей жизни вот конкретно эти события эти слова эти ассоциации эти образы прояснили вам ваш опыт вы действительно да точно я так и чувствую это не гарантирует что следующий момент следующий шаг движения мастера по его пути я доска мастер это слово сейчас такое чисто прикладное не в смысле что вот высокий мастера просто человек который владеет словом и имеет большую аудиторию в таком смысле я говорю информационный мастер да то есть для человека для такого который публично выступает и уже сложилась вот эта вот аудитория которая с ним резонирует для человека для этого я продолжаю утверждать есть собственные жизненные задачи и вы можете быть глубоко разочарованы тем что он повернул не в ту сторону как вам кажется но это ваша иллюзия что кто-то может жить так как вам хочется каждый человек здесь является гранью миллиардно ограненного алмаза и у него своя задача отражать свет уникальным образом и и когда мы с каким-то автором спикером даже артистом любимым чувствующим мне тем кого мы чувствовали вот прям родным вдруг отчуждаемся ничего иного не происходит как и то что происходит например в паре людей которые в любви встретились часто в ярко выраженном притяжении прожили какое-то количество лет а потом чувствую что им не о чем говорить вибрации разошлись это не катастрофа и не предательство кого-то для кого-то и не ошибка что вот зачем же я доверял этому человеку а он оказывается мне чужой просто изменилось время движения ландшафта по которому вы идете один в одну сторону другой в другую сторону пошел но осуждение тех людей которых вы любили или ценили или на основе как бы багажа которых вы строили какие-то свои жизненные выборы вот такое осуждение оно разрушает те участки вашего опыта в которых вы были связаны кроме благодарности ничего не может быть проявлено здесь окей так же как и в паре когда вы прожили жизнь или там какое-то количество лет и понятно стало что больше нет ничего общего вибрационно худше что можно сделать это искать аргументы почему мы друг другу не подходим и кто из нас виноват правильная позиция которая уже сейчас слава богу и в психологии представлена не только в духовной психологии осознать все те драгоценные жемчужины опыта которые ты собрал во взаимодействии с этим человеком поблагодарить от всего сердца за все то хорошее что ты им умел осознать все вот эти ценные моменты осознания как бы в тех моментах где ты был разочарован и искренне пожелать счастливого пути человеку который с тобой теперь не резонирует веря в то что и он найдет резонанс себе и ты найдешь резонанс себе и вот примерно такая же ситуация возникает когда вот такой сердечный любимец любимец публики я бы так сказала спикер автор выступающий мастер которого ты вот прям искал слова восхищался им слушал его и вдруг ты не совпадаешь с ним это просто новый поворот жизни в котором нужно понять что никак не умаляется та часть вашего совместного опыта в котором вы друг друге отражались и просто настало время опираться на другие в себе опоры и уже благодаря того мастера который помог тебе осознать свою природу свои выборы свои какие-то особенности как правило это притягивает нас тех кто выступает публично поблагодаря его за это внимательно применяя даже может быть эти же самые методы для себя делать выбор с опоры лично на себя слушая свое собственное сердце и знаменитая фраза библейская не сотвори себе кумира и запрет например в коране рисовать изображение людей которые тоже связаны с тем же с той же причиной без чтобы не идеализировать никого как как возможно было в религиях так и представлялся именно для того чтобы человек искал опоры духовные через внутреннее пространство а внешнее пространство и выступление внешних каких-то людей это всегда отражение того что в тебе уже созрела а кто-то снаружи тебе отразил и сформулировал то что смутно бродила там внутри себя и потом у каждого из нас свои ну как бы так сказать специализация своя да далеко не все люди должны так владеть словом да чтобы вот быть узнаваемым для сотен или тысяч людей у каждого свои таланты и кто-то может так встречать гостей и угощать и проливать свою красоту сердце в самом простом обиходе как совершенно недоступно тому кто может словом вдохновлять там кого-то или быть мастером каких-то ремесел искусств наук у каждого из нас своя уникальная ниша просто мы живем в информационную эпоху и на виду именно те кто выступает говорит пишет и мы же вот все головастики вот в этот переходный момент очевидно стало что нужно все внимание переключить головы на тело потому что тело не врет и если ты занимаешься конкретно гармонизации своего физического проводника то тебе все меньше имеет значение какие заблуждения или повороты пути информационные есть у людей с которыми ты резонировал ты все больше чувствуешь правду изнутри себя но я именно хочу сегодня сказать не спешите никого судить как бы вам не казалось что выступающий человек круто там изменил свое мнение что он там то одно говорил то противоречит другое себе или вот я ожидал одно он другой звучит мы в проживаем миги жизни на этой планете в этом измерении именно в здесь и сейчас если вы в конкретный момент совпадали прекрасно теперь вы не совпадаете это тоже прекрасно у каждого из нас своя дорога и папе никогда не не оцениваю не сужу не комментирую никаких других авторов когда мне спрашивают а правильно ли вот он говорит тома можно ли ему доверять что это такое доверять можно только сердцу своему если вы чувствуете что этот человек делает вас лучше общение с ним эта песня этот фильм эта книга дала вам возможность почувствовать свою связь с творческим началом внутри себя если вы чувствуете что вера в себя у вас как в себя как в частицу бога крепнет если вы чувствуете что вы успокаиваетесь уравновешиваетесь если вы видите что у вас возрастает способность принимать этот мир таким какой он есть не бороться с ним а любить его ну значит вы на правильном пути а если вы чувствуете что логически вы согласны а внутренний дискомфорт в сердце у вас как-то вызывает вам какое-то неуютство ну значит не ваши вибрации и уж тем более когда откровенно вы не не чувствуете резонанса не стоит осуждать там или как такие то делать как это называется клеймо ставить до оценочное просто это не ваш путь я говорю один идет по ландшафту в котором справа горы слева пропасть а другой идет по ландшафту в котором там болото и заросли там орешника или там пустыня выжженная у каждого из нас своя жизненная стезя и мы очень неожиданно можем оказаться на таком повороте на такой развилке судьбы в которой делаем решение исходя из своей внутренней правды и наша внутренняя правда может не совпать с правдой тех кто нас слушает и я поэтому лет сколько там действие или восемь лет назад уж не помню сколько помочь в четырнадцатом году или там в шестнадцатом я переместила свои трансляции из нейтрального помещения где просто была такая голова профессора дуэля на фоне чистой стены я переместилась на кухню чтобы как бы в более такой обычной человеческой обстановке среди кастрюлик просто делиться тем что мне важно мне интересно меня вдохновляет предполагая что моя аудитория те кто со мной давно узнают себя в этих словах а кто не узнает ну я для них бесполезно это не значит что я какой-то гуру там или лидер или еще кто-нибудь я просто авторитет я тот кто напоминает напоминает созвучным людям об их собственной правде внутренней и если я не напоминаю а наоборот поперек иду ну значит просто не не моя ветка реальности и я являюсь не вашей веткой реальность и также любой другой автор и от того что вы кого-то слушали и чувствовали вот такое совпадение а потом вас резануло что вы не понимаете что человек говорит и зачем он это говорит ну значит просто поворот не ваш достаточно сказать спасибо и двигаться своим путем нет никакой универсальной правды каждый из нас проживает свою грани реальности только все вместе это создает узор жизни и истина включает в себя все грани и увидеть ее в линейном мире невозможно потому что в линейном мире вы всегда с одной стороны подходить если подходить с другой стороны все это выглядит совсем иначе и возможно что сейчас такое время когда те проводники те посредники между вот вербализации внутренних состояний людей до друг другом у которых в планах стоит погрузиться в какую-то конкретную грани смотрите и вот с одной стороны это их задача жизненная это их задача но не ваша если вы ощущаете что вы хотите быть центрированным и принимать мир и реальность максимально насколько доступна вам в целостности просто это не ваша задача великое пожелание и заповедь звучавшие в библии не судите не судимы будете это универсальный закон который дает вам возможность реализовать вашу уникальность в самых благоприятных возможностях в проявлений потому что если мы судим и тем более осуждаем кого-то мы это делаем своим гормональным фоном понижением собственных вибраций по сути мы осуждаем себя по сути мы разрушаем себя поэтому так важно понимать ну как вам сказать незначительность нашего умственного видения потому что изначально он всегда смотрит с одной только стороны но сердцем вы можете чувствовать что все имеет место быть в этом мире зачем-то и не вам судить зачем это есть в этой жизни и как она проявляется но и чисто ситуативно я хочу сказать что вот в таком бурном море сейчас быстро меняющихся направлений опытом миллионов людей в том числе публичных людей чем меньше вы будете опираться на внешние источники чем больше вы будете опираться на гармонию с природой и любовь к ближнему тем чище будет ваш собственный выбор не стоит погружаться в те грани реальности которые вот с первых же там секунд минут вызывает у вас какой-то дискомфорт не потому что вы правее а потому что это не ваша ветка и я провела вот прошлый четверг трансляцию которая мне далась очень трудно потому что мне мне все труднее сохранять вот этот вот и и центрированный посыл он внутренне то у меня присутствует на слова то линейный мне это все труднее совмещать и я точно знаю что только радость и благодарность жизни в любых обстоятельствах поворачивает реальность в созидательную сторону но если ты разглядываешь и поддерживаешь руины а мне приходится обращаться в сторону руин также как и в сторону созидания то вибрационно ты растягиваешься очень от этажа страдания до этажа безмятежности это и физически очень тяжело и энергетически это очень тяжело и как бы неизбежно противоречит каждой части то есть те кто находится на одном полюсе ли для них вторая часть растяжки не подходит те кто на другом это часть растяжки не подходит но главное главный посыл в этой трансляции мне удалось передать вы отвечаете за ту реальность которую видите своими глазами и проживаете своим телом если вы судите реальность которой оказались люди в их реальности судите в данном случае это не значит осуждаете это знать при сокрушаетесь а там возмущаетесь боитесь привязана одевайте на себя короче чужую одежду то вы теряете фокус собственной жизни подлинное сострадание это вера в то что каждый проходит свой урок по силам не по силам бог не дает и я говорю если в вашей реальности конкретно вот вам нужно протянуть руку помощи ближнему как многократно сейчас многие люди это делают поддерживая тех кто переехал или тех кто оказался в сложной ситуации я сейчас говорю о тех людях которые находятся вне собственно территориального конфликта в большей части потому что наибольшее искажение и суждение как раз генерируется от тех кто не участвует событиях потому что страх за то что ты окажешься в такого рода потрясение вынуждает вытеснять психологически вот это вот понимание что твоя жизнь ты отвечаешь за свою жизнь ты не можешь ответить за чью за жизнь другого человека но ты можешь своей в своей жизни держать максимально высокую планку вибрационной и вот этот страх оказаться в чужом сценарии генерирует в людях очень много негативных эмоций как возмущение гнева страха и так далее и вот к сожалению именно вот этот набор энергий питает сюжет конфликтный это все очень многослойно но сейчас немножко не об этом я хотела именно вот о свободе от оценок сказал поговорить сами будьте честны с собой когда у вас возникает претензия к человеку которого мы доверяли которого вы слушали которые и вдруг он говорит то что вам не нравится ли с вами не совпадает эта претензия указывает только на одно вы слишком переложили на этого человека ответственность за свои собственные представления выборы и чувства полагаться можно сейчас только на свое сердце а чтобы слышать свое сердце нужно позаботиться о том чтобы у вас был ресурс достаточное количество времени и качественного внимания к природным взаимодействиям на природе и честное выполнение того что происходит с вами в реальной повседневной жизни делай что должен и будь что будет поэтому я очень благодарна всем кто пишет на телеграм-канале моем отзывы и делится теми личными опытами совпадающими с тем посылом которые я даю в своих материалах но но я хочу подчеркнуть никакой гарантии в том что мы будем совпадать дальше нет и это нормально жизнь идет вперед и расширяется и меняется и умение отпустить то что было тебе дорого и созвучно понимая что жизнь уже изменилась и я принимаю да ну теперь это другой путь это не мой путь мой путь идет другую сторону это очень важный даже не навык а важное качество в этом быстро меняющимся мире в котором мы находимся и я не собираюсь никуда уходить со своего канала я как транслировала то что является фундаментом мою моего личного человеческого опыта обретения сил любви так и буду это делать и кто хочет со мной быть и чувствует правду в моих словах свою личную правду совпадающую с моей личной правдой тут часть это получается одна из грани истины которые мы воплощаем я продолжаю это движение но я очень хорошо понимаю и принимаю тех людей которые не чувствуют резонанса вот в данной ситуации с моим центрированным взглядом потому что у каждого из нас свои пути свой душевный опыт и в программе жизни стоит доработка какой-то одной полярности и проживание какой-то одной полярности и это нормально потому что все это находится на общем поле преображения это все является разными гранями одной реальности и ничто не лучше и не хуже это просто опыт и я искренне верю что те кто со мной движутся в этом потоке жизни и разделяют мое доверие сердечному голосу внутреннему продолжит этот путь потому что вот эта центрированность на себе себе духовном существе который живет в этом человеческом стиле да в конкретном центрированность на своем сердечном центре это самая надежная опора в бурно меняющимся море жизни который еще будет штормить и надо это понимать и не ждать скорых перемен и всплывания из пучин вот волшебного острова мы еще плывем и еще среди этих волн нужно уметь этот баланс держать опираясь прежде всего на себя и всем желаю доверия богу в себе и доверия богу в других людях не надо думать что кто-то заблуждается если он разделяет чуждые вам взгляды просто человек проживает другой опыт и принять этого другого опыта как факта не совпадающего с вами эта платформа которая закроет противоречие на этой планете но это нам предстоит еще прожить всего доброго